Здравствуйте, уважаемые телезрители! В сегодняшнем выпуске нашей программы мы расскажем вам о том, как 22 мая проходило предварительное голосование партии «Единая Россия» по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета Чувашской Республики. Само голосование – это итог огромной работы, которую и партия, и сами участники «Праймерис» вели больше двух месяцев. Вот фрагменты из видеоматериалов, отснятых в марте и апреле. Желающих принять участие в предварительном голосовании по выборам в Госдуму оказалось 30 человек, в Госсовет – 169. Впервые «Единая Россия» открыла двери на «Праймерис» не только членам своей партии, но и беспартийным. В списке для предварительного голосования оказались и известные политики, такие как депутат Госдумы Алена Аршинова, глава города Чебоксары Леонид Черкесов, заместитель председателя Госсовета Чуваши и Николай Малов, а также много новых лиц. Студенты, предприниматели, учителя, врачи, юристы и даже безработные. Средний возраст – 30 лет. Причем половина кандидатов, подавших документы на «Праймерис», беспартийные. С 15 февраля по 10 апреля 2016 года региональным организационным комитетом осуществлялся прием документов от кандидатов, и все могли принять участие и подать заявку. Определенные критерии и барьеры были. Это судимость, одним из важных моментов, ну, возраст, членство в другой какой-либо партии. Чтобы уравнять шансы претендентов, а заодно и внести новую струю в демократические процессы, происходящие внутри партии, «Единая Россия» дала возможность кандидатам активно и открыто заявить о себе. Впервые накануне предварительного голосования проводились дебаты. Каждый мог ознакомить избирателей со своими предвыборными программами. Предметный разговор по ключевым вопросам развития экономики шел за круглыми столами, на видеоконференциях и в интернете. Так что большинство выборщиков 22 мая знали, какую фамилию отметить в бюллетенях по одномандатным округам и партийным спискам. 21 апреля на видеоконференции к участникам праймерис обратился президент страны Владимир Путин. Вот это предварительное голосование – это новое дело для нашей страны. Но все-таки «Единая Россия» уже использовала этот инструмент, уже начала применять его, правда, вот так широко, как сейчас. И по единым правилам по всей стране это действительно применяется впервые. Хочу обратиться ко всем вам с просьбой показать пример честной конкурентной борьбы. Цель предварительного голосования – предоставить избирателям право самим решать, кто из кандидатов достоин представлять их интересы в законодательных органах страны и регионах. Для потенциальных избранников – это возможность поближе познакомиться с жителями своего округа, узнать их проблемы, получить опыт ведения предвыборной кампании и, конечно же, оценить свои силы в борьбе за депутатский мандат, даже если ты действующий парламентарий. Очень интересно, знаете, какой момент, что я вроде рада вышла из дома сегодня, и мне уже поступили значительное количество смс, сообщений во всех соцсетях от молодых людей, которые пришли на избирательные участки, и мне уже прислали смс о том, что «желаю удачи, за тебя проголосовал» или, например, «желаю удачи, сходи, выполнил свой долг». Поэтому очень здорово, что молодежь еще пришла. Это очень нужная процедура, потому что она позволяет действительно выбрать достойных. А здесь сами люди выбирают того, за кого потом и дальше на выборах пойдут голосовать. Наша съемочная группа побывала и на счетных участках, где в предварительном голосовании приняли участие глава Чувашии Михаил Игнатьев, глава Чебоксара Леонид Черкесов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Малов. Смогли окунуться в атмосферу смотра партийных выдвиженцев с головой. Очереди на счетных участках, а их было открыто в Чувашии 236, стали одной из самых удивительных примет праймерить «Единой России». В чем кроется секрет высокой гражданской активности? Чтобы были выборы, такие, какие мы хотели. То есть вы сейчас уже хотите подсказать нашим кабинетным работникам, кто достойный. Как вы думаете, какие качества сегодня должны отличать кандидата в депутаты? Ну нет, это, знаете, таким общественно активным качеством. Да, общественно активным качеством. Ну вот, за кого я проголосовала, вот, в общем-то, уже все эти газетки почитываем, и, по-моему, они обладают вот этим качеством. Депутаты должны быть ближе к людям, знать проблемы, и обратная связь должна быть. От большого чувства ответственности. Это же из юмора, так говорите, серьезно? Ну, серьезно, да. Хотя это как-то смешно звучит, но как-то вот так бывает. Я, конечно, голосую на 18-м участке. Я считаю, что это очень даже правильно, что мы предварительно голосуем, чтобы было вот так. Настроение, мне кажется, всех оптимистичное. Верим в будущее, что все будет хорошо. Дай бог, чтобы на выборах была такая же явка. Характерной особенностью предварительного голосования партии «Единая Россия» 22 мая стало и то, что избиратели приходили на участки целыми семьями. Из этих ячеек общества и формируется крепкое государство. Леонид Черкесов также пришел на праймерис не только как глава города Чебоксары, но и как глава семейства. С супругой Надеждой Николаевной и детьми Антоном и Анной. Множество ответственных решений ему приходится принимать в повседневной работе, но здесь случай особый. Я благодарен горожанам, так ответственно отнеслись к процедуре праймерис. Действительно, это объединяющая сила. Это говорит о том, что «Единая Россия» открытая партия. Предварительные голосования в самой открытой форме проходят. Я надеюсь, что те кандидаты сегодня, которые наберут максимальное количество и поддержку избирателей, они и в сентябре достойно продут и Государственную Думу, и Государственный Совет нашей Республики. А что супруга скажет? Это объединяющая сила праймерис. Поэтому я хочу пожелать всем здоровья и такой же активной жизненной позиции. Теперь вопрос к детям. Набираете опыта и голосования, и политического опыта? И смотрите, как папа работает, примером для вас является. Антон у нас первый раз голосует. Я думаю, что это тоже для него очень важно. Наш папа – это большая гордость для нас. В виде его успеха, его достижения, нам хочется также в будущем быть примером, быть гордостью для своих родителей. Примечательное и то, что предварительное голосование прошло 22 мая и в сельских населенных пунктах, чего раньше не было. Там тоже организовали все четко и грамотно, а активность населения была высокой. И это свидетельство того, что «Единая Россия» идет верным курсом, давая все большему числу людей возможность поучаствовать в составлении списка кандидатов от партии. В городе Ядрин голосовал секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» и на тот момент один из потенциальных кандидатов депутата Государственной Думы России – Николай Малов. С Николаем Маловым 22 мая можно было встретиться на многих счетных участках. Ведь как на лидере регионального отделения «Единой России» на нем лежала вся полнота ответственности за проведение предварительного голосования на территории Чувашии. И вот он вновь среди избирателей, теперь в Новочебоксарске. Очень приятно с вами познакомиться вживую. Мы вообще вас много знаем, о ваших делах много знаем. Молодежь интересуется, это моя дочка. Желаю вам успехов, победы, дальнейших выборов. Вам спасибо за то, что пришли, за то, что связываете свое будущее, свои ожидания с нашей партией, с нашими кандидатами. Но надо же правильный выбор сделать в этой жизни. Если не мы, кто? Конечно, момент очень ответственный, потому что нет ничего дороже поддержки избирателя. Если что-то сделано, то, конечно, это радует душу. Только вместе мы сможем достигнуть тех целей, которые намечены, ну и выполнить все те задачи, которые мы поставили сами перед собой. А по мнению главы Чувашии Михаила Игнатьева, то, что «Единая Россия» проводит таким образом смотр своих рядов накануне сентябрьских выборов, благотворно влияет на социальный климат. Он также пришел на праймерис с семьей. То, что рано проснулись, пришли, это говорят, да что, вы настоящая патриотка. Я не ожидала, что вы как-то народу. Молодая девушка тоже патриотка. Болеете за общественно-политическую ситуацию. Ну да, есть. Вот эти же ключевые вопросы. На предложение пройти на регистрацию неную длинную очередь Михаил Васильевич ответил отказом. Для всех правила одни. То, что в очереди постоял, с народом пообщался, с своими избирателями пообщался, которые в прошлом году доверили мне, это мне приятно, обратную связь получил. Люди, самое главное, удовлетворены, довольны. По-доброму улыбаются, с утра встали, спорили, за какого кандидата галочку поставить. И то, что активность избирателей, активность горожан в данном случае сегодня высокая, это меня радует. Кандидатов достаточно, конкурентная среда со стороны политической партии «Единая Россия» обеспечена, можно сказать. Вот сегодня такая практика существует в партии «Единая Россия». Вот считаете, если остальные партии возьмут этот пример... Свои мнения могу сказать, остальные политические партии пока не готовят это проводить. На каждом из счетных участков для голосующих нашлась какая-то изюминка. А концертные номера на импровизированных сценах неизменно встречали и провожали избирателей. Школьники могли выставить для всеобщего обозрения свои рисунки и другие поделки. Пока глава Чувашии общался с участниками голосования, я подошел к его супруге Ларисе Юрьевне и сыну Ивану. Иван, вот сегодня просто отец предложил пойти на выборы или у самого было желание тоже было? Ну, как у гражданина Российской Федерации, все-таки у самого есть желание проявить все-таки такую некую роль в политической жизни, выбрать кандидатов, которых хотелось бы и интересует дальнейшая жизнь. Чувашьи республики, развитие Российской Федерации, все-таки это наша страна, наша Родина. Такая предварительная процедура, она, мне кажется, необходима очень. Мы с удовольствием пришли, потому что мы хотим знать, на самом деле, кто у нас самый сильный результат в депутатах. 22 мая на счетные участки в Чувашии пришли около 200 тысяч человек. Явка превысила 20%. И это один из самых высоких результатов по стране. Промежуточные итоги предварительного голосования были озвучены на пресс-конференции 25 мая. По выборам в Государственную Думу России действующая депутат Алена Аршинова победила по партийным спискам 74,79% голосов. Заместитель председателя Госсовета Чувашии, секретарь регионального отделения Единой России Николай Малов и глава Чебоксара Леонид Черкесов стали лидерами голосования в одномандатных округах. В Чувашии их два. Рейтинги 63,83% и 83,32% соответственно. За ходом проведения предварительного голосования в Чувашии следили около 200 наблюдателей. Организаторы Праймерис отмечают, что от них и кандидатов поступило всего лишь три письменные жалобы. Это говорит о легитимности прошедшего голосования и его итогах. А отдельные недочеты организационного характера на итоги и воле изъявлений граждан не повлияли. Конкуренция была, присутствовала в предварительном голосовании. Та поддержка, которая была оказана жителями республики, дает нам полное право опереться на тех кандидатов, которые сегодня одержали победу в предварительном голосовании. И уверен, что достойную команду представит региональное отделение к единому дню голосования 18 сентября. Понятно, что на этом политическая борьба не заканчивается, но мы, Единая Россия, к этой борьбе готовы. Готовы конкретными делами заниматься, заслуживая авторитет жителей Чувашии. Ну и самое главное, конечно, я хотел бы лично от себя поблагодарить за то, что пришли, отдали голоса за тех кандидатов, которых они считают достойные. Ну и также хочу сказать, что те, кто набрал чуть меньше голосов, а так как у нас было рейтинговое голосование, понятно, что все мы остаемся в единой команде, в одной команде, название которой Единая Россия. Окончательное решение по выдвижению кандидатов в Государственную Думу России и Государственный Совет Чувашии остается за съездом и региональной конференции партии Единая Россия, которые состоятся во второй половине июня и в июле. Выборы в законодательные органы страны и регионов состоятся 18 сентября нынешнего года. Вы смотрели программу «Наша республика. Главная тема». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова